Эй, думаешь, приятно, когда в тебя постоянно тыкают? Я думаю, что мне, возможно, было бы и приятно. Здравствуйте, с вами Фреймистер и игра Бесконечное Путешествие. Мы закончили с вами на том, что поговорили с этим парнем, а он нам рассказал, что жизнь нелегка. Извините. Что самое ужасное, я могу с ним говорить еще больше. А знаете, что самое плохое? Я заставлю вас страдать. И вы обязаны будете выслушать все, что он готов сказать еще. Вам знакомник-то Брайан Вестхаус? Вестхаус? Этот старый осел? Увы, да. А что вам от него нужно? Надо его найти. Я не знаю, где он живет. Говорят, что где-то на окраине города, у моря. Но большего я вам сказать не могу. Я причем примерно более-менее представляю, где он живет, потому что я как раз доходил примерно где-то до того места, где можно его найти. По-моему, я находил его, возвращался, а дальше я ничего не помню из игры. Наверное, больше я не играл. А кто может знать о Вестхаусе? Где он живет? Я решительно не понимаю, зачем он вам. Он грубый, некультурный, и надменный. Картес велел мне найти его. Ну, я не знаю, где он живет или бывает, но это могут знать на рынке. Он там с кем-то торгует и, похоже, собирает карты северных земель. Угу, отлично. Даже, по-моему, где-то такая звучная музыка. Типа того, что «Ага, нужно идти к торговцу карт». Типа того. Напоминать мне ничего не надо. А что вы знаете? Что вы знаете о Картесе? О вашем наставнике? А что он сам о себе рассказывал? По-моему, ничего. Немного. Можно сказать вообще ничего. Человек-загадка. Чтобы узнать что-то о человеке, лучше всего говорить с ним самим. Увы, но пока я просветить вас не в силах. Но кто он? Он лишь тот, кто он есть. Если он не сказал вам этого, то, наверное, не хочет, чтобы вы знали. Было бы не тактичным разглашать его секреты. Вы с ним два сапога пара. Только без обид, ладно? Понимаю вас. Когда снова увидите его, скажите ему то же самое. Может, тогда он расскажет вам правду. А может и нет. Ему решать. Странная фигня. Должен, кстати, вам кое-что заметить. Я об этом не думал раньше. Но эта мысль только что посетила мою больную голову. А вдруг он кин-кен-фен, короче, дракон. По-моему, было бы неплохо. Неплохо. Такое, знаете, Картез дракон. Смотрите на эту картину. Да. Причем здесь псевдо-французский акцент. Я не очень понимаю. Как он там обычно говорит? А, я все равно не умею так говорить. Можно поспрашивать вас об Аркадии? О, нет. Постараюсь ответить на все ваши вопросы, Эйбрин. Лучше бы ты отказался, потому что у меня много вопросов. Целых два. Вы знаете историю, Аркадий? Она очень обширна. Не знаю, с чего и начать. Больше всего я могу рассказать вам об отцах, балансе и прыгучих грязнухах. Каких грязнухах? Прыгучих. Моя тайная страсть. Очень тайная. Я их изучаю. Это удивительные существа. Ну, просто потрясающие. Поэтому он сразу рассказывает об этом. Но вынужден признать, что я не очень подкован в истории. Интересно, встречу ли я когда-нибудь прыгучую грязнуху? Что за город Меркурия? Я прожил здесь всю жизнь. Но этот город не перестает по-прежнему удивлять меня. Многие называют Меркурию северной жемчужиной, и они правы. Но, скорее, это не ограненный алмаз. Такой большой город не может быть идеальным. Здесь всегда есть тени и люди, которые в них прячутся. Сейчас тени стали больше и темнее. Будущее страшит меня. Но Меркурия все так же прекрасна. Я, в принципе, с тобой согласен, парень. Это, как бы это сказать, красивый город. Во! Что еще скажете о Меркурии? Меркурия – столица Айреда, объединенной страны. Мы находимся на южном побережье северных земель, между Тиреном и Карасаном. Некоторые сказали бы между Сцилой и Харибдой. Или между Молотом и Наковальней. Но уже тысячи лет здесь царят мир и демократия. Хотя отношения с Тиренами всегда были натянутыми. Я понимаю. То есть здесь есть как бы две враждующие большие фракции. Так что я... Расскажите про Айред. Айред означает «объединение» и «собрание». И многие до сих пор называют его «объединенной страной». Хотя последние северные земли присоединились к нему полвека назад. Айред тянется от равнин Нидрах на севере до Великого моря на юге. От территорий Тиренов на западе до дремучих лесов на востоке. Он населен людьми, долмари, Тиренами и другими расами. Говорят, что в древнем кругу Ривервуда живет даже племя винаров. Хотя лично я считаю это сказкой. А кто такие винары? Почему я не могу это спросить? А что за северные земли? Северные земли – собирательное название для земель к северу от Великого моря и к югу от приграничных гор, включая Айред, Тирен, Карасан. Но раньше северные земли означали весь континент, включая земли к северу от гор и ледяные воды за ними. Некоторые и сейчас предпочитают это значение, но для жителей южных земель север – это все, что севернее Великого моря. Спасибо за науку. Рад быть вам полезным. По-моему, я понял процентов десять из того, что он мне научил. А-а-а, так, это было, это было, вот это. Как бы мне попасть обратно в Старк? Только через портал. Вы умеете открывать их, Эйприл, и у вас талант к перемещениям между мирами. Талант, может, и есть, только он тщательно скрывается. Хотел бы я вам помочь, да не могу. Кроме вас никто не найдет способ. М-да. Увидимся позже. Правда? Ну, раз вы так говорите, то так оно и будет. Странный парень, очень странный. Немного не понимает наши, это, как это сказать, крылатые, да какие крылатые, господи. Короче, выражение этот чувак не врубается ни во что. Тоже мне. Еще называется «отец». Мне бы такого отца. Ничего хорошего бы из этого не получилось. Привет тебе, парень, с картами. Ты явно торгуешь с тем, кто мне нужен. Карты! Да, да, я понял. Мне нужен Брайан Вестхаус. Брайан Вестхаус? На моих картах его нет, первый раз слышу. Карты! Погодите, это не место, а человек. Мистер Брайан Вестхаус. Если бы я слышал такое идиотское имя, то запомнил бы его. Покупайте карты, свежие карты. Да он знает, только не признается. Понятно, пока. Карты, свежие карты. При покупке двух, вторая за полцены. Неприятно. А ты, наверное, совсем не... Или ты можешь выдать, что этот знает или... Не желаешь ли сыграть в наперстки? Желаю, денег нет. Что там за призы, как играть? Ладно, давайте, извините, денег нет. Да. Как хочешь, но так ты никогда ничего не выиграешь. Да. Ладно, тогда пошли, как это называется. Я очень понимаю. Горак. Гврак. Так или иначе, по всей видимости, это порт. А, или имеется в виду, как бы... А, наверное, имелся в виду название города. Или еще что-нибудь. Это должно быть городская стража. Выглядит намного внушительнее ньюпорских копов. Пусть и без скафандров. Грозные стражи города. Хоть и деревянные. Зато огонь красивый. А, вот эти вот. Да, огонь действительно клевый. Мне нравится. Так, стража, огонь, еще раз стража. Это что? Тетка продает свежую рыбу. Я никогда такой не видела. Но раз есть плавники, значит рыба. Логично. А еще должен быть хвост. Древние стены. Меркурия должно быть старое, как мир. В смысле, как мой мир. Этого я не понял. Древние стены. Это я понял. Иди давай сюда, давай. Кейт, или как тебе там рейд привел? Сейчас мне инструменты не нужны, но вдруг потребуются. По крайней мере, я буду знать, где их можно купить. Да. И больше здесь никого нет. Он продает музыкальные инструменты. Что это такое, мне действительно кажется... Да понял я, понял. Все такое, мне кажется, действительно было, связанное с музыкальными инструментами, но моя память слишком. Здесь продают лобстеров, крабов, угрей и это еще что за фиолетовая дрянь. Я бы такое есть не стала. Извините, дайте мне одну ложечку фиолетовой дряни, пожалуйста. Он продает морепродукты. Он продает морепродукты. Ну ладно, я не это имел в виду, я имел в виду... Пойдемте вот сюда. О-о-о-о, потрясающий порт. Вот этот вот корабль, да и он здесь не один. Блин, сколько же здесь их... Здесь очень много кораблей. Это крайне впечатляющее место. Так, это народ, народ. Синий огонь. Газ или магия? Думаю, что второе. Было бы забавно. Эти самые фонари, причем днем на газу. Клево. Галеон такой огромный, что дух захватывает. И здесь их многие десятки, не считая мелких судов. Должно быть, Меркурия очень важный и крупный порт. Однозначно, это просто выносит всякое воображение. Синий огонь. Да-да, я понял. Здесь, кажется, так, это куда-то К, а это Н или типа того. Я вот сюда, пожалуй, схожу. Что-то я такое вообще с трудом припоминаю, что... О, да, именно это, что здесь сидел парень. Старик и море, то есть океан. Сразу видно, что этот старик всю жизнь был моряком. Лучше всю жизнь провести на море, чем один день в платье и корсете. Логично, но... Я же не ношу корсет. Я бы на таком судне никуда не поплыла. Оно какое-то убогое. Больше похоже на игрушку для детей. Твою принадрежница, ты еще ему это скажи. Наверное, это его. Старинный сундук с сокровищами. Наверное, внутри там полно драгоценных камней и золотых дублонов. А может, там карта? Которая нужная... Здравствуйте, дедушка! Иди, детка, иди. Нет у меня ни сокровищ, ни карты. Я старый моряк без корабля. Оставь меня в покое. И... А, он типа закурил. Чем занимаетесь? Блины пеку. Разве сама не видишь? Все эти я чиню. Вы извините, я в морском инвентаре плохо разбираюсь. А, в инвентаре? Ишь, слово-то какое мудренное выискало. А мы-то по-простому говорим. Вантовы да гитовые, да стеньги. Эх, дело прошлое. Много разных историй я мог бы порассказать. Я помню. Кажется, он умеет рассказывать длинную историю. А может, и не одну. Ой, дедушка, а что у вас в сундуке? В каком? На котором вы сидите. А, так это разве сундук? Это просто табуретка такая. Да, табуретка. Похожая с виду на сундук. Но что там? Никаких сокровищ там нет. Пустой он. Совсем пустой. Совсем пустой табуретка сундук? Нет, ну правда, что в сундуке? Там живые змеи. Ага, змеи. Как вцепятся тебе в глазки. Пикнуть не успеешь. Лучше тебе их не трогать. Да, действительно, не хочу трогать змей. Ну, дедушка, ну что вам, жалко что ли? Ладно, ладно, скажу. Ты ведь иначе не отвяжешься, рыба прилипала. Где такая, Аня? Говорю же тебе, никаких сокровищ там нет. Я храню там свои личные вещи да сувениры всякие, какие в путешествиях попадутся. Да еще мою птицу там держал, пока не потерял ее. Старый, старый, старый я дурак. Он был моим лучшим другом. А теперь мне и словечком не с кем перемолвиться. Он ведь говорящий у меня был. Да. Отлично, я знаю, где его птица, но для начала я просто обязан испытать новую пытку на своих зрителях, потому что теперь мы будем слушать историю. Вот и хорошо. Может, расскажете мне историю? А, хорошо, так и быть. Про что же рассказать тебе, детка? Ой, мы сейчас... Давайте. Ну, про какие-нибудь приключения? Эхе-хе, бывали дни веселые. Вот, например, случай один приключился. В империи Бакшева. Интересно тебе? Это история про большую любовь. Жиры, то, что надо. Да, я не прочь бы об этом послушать. Ладно. Это было лет пятьдесят назад. Я тогда служил на добротном судне. Трехногая блудница. Как? И правда запамятовал. Судно называлось Брыкливая кобылка, конечно. Или нет, э-э-э, веселая вдовица. О, точно. Да, ну и названица. Эх, в общем, тогда я был зеленым юнгой. И причали мы в Мантербе, в великом западном порту, некогда прекрасной империи Бакшева. Меня отпустили на берег до следующего вечера. Так что я пошел осмотреться и все напоминал себе, что Мантербой правит Маюк. Как и всеми городами в Бакшеве. Вообще-то Маюк должен был докладываться и платить половину налогов императору в порту Альтабан. Но тогда империя Бакшева почти вся развалилась. И от провинций мало чего могли добиться. Эх, 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 эх. И я, значит, в тот день гулял сам по себе. Осматривал город. Кстати, запомни, что все города в южных землях... Да, хорошенько. И я встретил мою птицу. И закрутил роман с дочерью самого Маюка. А солдаты Маюка гнались за мной от самой Мантербы. И я первым среди людей пересек пустыню Чангагриэль. И совершил один весьма неразумный. Эй, девушка, ты там уснула, что ли? Нет, я просто скосила от твоей болтовни, черт возьми. Чего? Чего-чего? Уснула? Нет, 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 нет. Я просто устроилась поудобнее. Эх, эх, эх. Хорошая история. Очень любопытная. Книжку не думали написать? Думал. Но агенты в Меркурии настоящие вампиры. Им только и надо, что кровь из тебя сосать. То есть они дерут с клиентов очень много денег, так? Нет, это настоящие вампиры, которые вцепятся тебе в шею. Стоит только отвернуться. Черт, забавно. Понятно. Ну что же, а теперь мы тебе принесем птицу, и ты будешь классным стариком. О боже. Я бы хотела послушать морские истории. Это, детка, я с радостью. Про что же рассказать тебе? О боже. Любую историю про ваше приключение. Еще захотелось. Клянусь своей деревянной ногой, мне есть что рассказать. Например, как я раздобыл себе дятла. Все началось. Хотя, знаете, давайте в другой раз. Правильно. Эхе-хе. Так, ладно, я больше не хочу слушать никаких историй. А где же теперь ваша говорящая птица? У меня его выманили. Да, этот проклятый наперсточник на рынке вытянул у меня все деньги. И пришлось мне поставить свою птицу, чтобы отыграться. И что, проиграли? Ясное дело. Я выбрал не ту чашку, и он забрал мою птицу. Лучшего друга моего забрал. Лопни, моя душенька. И теперь я совсем один. Представь себе. Моя птица стала призом. Любой может ее выиграть, если три раза угадает наперсток. Бедная моя птичка. Бедный я. Как зовут вашу птицу? Птица. Оригинальное имя. Ладно, я пойду. Ох, молодежь. Эх, молодежь. Вечно у вас важные дела. Вечно всякая суета, беготня. Некогда присесть, дух перевести. Ну, так иди себе. Не трать свое время на меня. Эй, да о чем ты говоришь? Я тут с тобой провел, по-моему, часа два или три. Так, ладно. Трубку свою убрал. Молодец. Корабль, аж самосите, сундук. Да похоже, больше здесь нет ничего интересного. Да. Попробуем еще... О, что за... Это что за... Разные товары. Эй, я хотел на человека навести. Ладно, в принципе и так сойдет. Ты кто такой вообще? Что это за штука? Маленький кораблик или судно. Какая ей богу разница? Ну, я не знаю. Может быть есть какая-то... Маленький корабль. Понял, понял. Что это такое? Судя по его позе, это моряк, скучающий по морю. Слышь, ты скучаешь? Эй, старина! Пардон. Разве не так моряки здороваются? Нет. Ой, а как же? Обычно мы говорим здравствуй. Если светит солнце, то добрый день. Иногда даже говорим, как поживаешь, если встречаем старого знакомого. Но эгей не говорит никто и никогда. Ага, понятно. То-то же старина. Простите, сэр, а почему вы не в море? Видишь, вон там парус на мачте. Да. Он натянут. Как это? Он натянут, он бьется на ветру. Ну, вроде нет. Ну, и о чем это говорит? О чем говорит? Ветра нет? Именно. Почему бы вам тогда не поплыть на веслах? О, блестящая идея. Как же я сам не догадался. Ну, конечно, весла. Клянусь левой рукой джаала. А мы-то идиоты целый месяц торчим тут с грузом, который каждый день падает в цене, вместо того, чтобы пойти в киен на веслах. Вы шутите, да? Шучу. Я. Почему во имя джаала ты так решила? Все понятно. Когда тут последний раз дул ветер? Месяц назад. А потом проклятый алхимик наложил на ветер заклятие. Будь проклят, Моджаал, если я знаю, зачем он это сделал. Я послал к нему нескольких моих людей, чтобы с ним разобраться. Но никто из них не вернулся. Теперь Высший Совет Эриэдов хочет послать туда роту солдат. Но я боюсь проклятый чародей только сильнее разозлиться. Ничего себе. А почему из... Ну, в принципе, все мои вопросы, наверное, ждут ответов прямо сейчас. Что же за алхимик смог остановить ветер? Слышал я, что зовут его Клакс. Ропер Клакс. Он живет где-то на севере, на скалах, за Ривервудом. Ну, мне пора. Давай. Да, зачем нужен этот парень, тоже непонятно. Но, может быть, и пригодится. Господи, у меня есть куча каких-то вещей. При этом... Эй, я не хотел сюда. Я... Ну... Как выйти-то отсюда? Я не понимаю. Маяк. Его яркое синее пламя указывает кораблям путь в безопасную гавань. Как романтично. Точно. А еще он страшный магический. Здесь я был. Сюда мне не надо, да? А как где-то туда пройти? Во! Наверное, сейчас... Да, 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 да. А так я оказываюсь здесь, да, точно. А так я оказываюсь здесь, да. Все, отлично, отлично. Фу. Разобрались, разобрались. Так, теперь, теперь мне нужно как-то сообразить, как вызвали дурацкую птицу. Есть маленькое мнение, что мне с этим все-таки помогут какие-нибудь музыкальные инструменты. Хотя не уверен. Он продает морепродукты. Так, морепродукты точно не нужны. Сейчас мне инструменты... Сейчас ей инструменты не нужны. Так, это... Ага, сюда. Давай! Вперед и с песней! Правда, я никакой песни не знаю. Я знаю парочку песен кино, но на этом мои знания оканчиваются. Карты! Сам дурак. Так, я не хочу с тобой... Понятно, пока... Карты, свежие карты, покупайте карты. У нас лучшие карты в мире. Не желаешь ли сыграть? Что-то желаю, но... Мне реально нет денег. Ладно, давайте. Клади свою ставку на стол и начнем. А как я ее положу на... Стоп. Это ты? Да, это ты. Стой, 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 стой. У меня есть кольцо. Могу. Но это страшновато. А бери вот-ка конфетку лучше, а? У меня их много вроде бы. Не могу. Я, пожалуй, сохранюсь ради такого случая. Вот. И попробую дать ему все-таки кольцо. Может, Эйприл на это и не пойдет. Точно не знаю. Золото. Я принимаю только аркадианские монеты из чистого железа или других металлов. Своё жалкое золото оставь себе. Золото? Жалкое? Похоже, я здорово отстала от жизни. Да, я и забыл, что у них такая ерунда есть в жизни. А не хочешь ли вот такую штучку классную? Вот такую не хочешь, но она тоже хорошая. Вот смотри, это настоящий какой-то там пластик. Сейчас я тебе скажу, как он называется. Лист из эргопласта. Он растет, вырабатывает кислород, причем без поливки. Жуткая тварь, короче. Ой. Что же делать? Говорящая птица. Напомните, где можно узнать про Вестхауза? Продавец карт на рынке может знать, но должен предупредить вас. Под этим именем Вестхауза практически никто не знает. В городе его называют Человеком на колесах. Из-за его странной двухколесной повозки. Я не видел конструкции ужаснее и опаснее. Велосипед, что ли? Может быть. Ужасно гротескная машина. Ну, впрочем, как и ее хозяин. Потрясающе. Уже только из-за этого я промучился... Ну, увидимся позже. Раз вы так... Да-да. Промучился последние 20 минут, не понимая, что надо сделать. Что за бред? Игра издевается надо мной. Игра издевается надо мной... Даже еще больше, чем многие другие игры. То есть, вы себе представляете, нужно было специально переспросить его. И это учитывая уже выработанную у меня привычку не переспрашивать. Потому что они говорят то же самое. Карты! Да-да. Не подскажете, где проживает человек на колесах? Моя беда тебе в бока. Зачем он тебе? Понимаете, у меня к нему дело. Извини, золотце, такое в гильдии правило. Я не могу болтать направо-налево о своих клиентах. Карты! Но мне очень нужно повидаться с человеком на колесах. Извини. Ничем не... Пожалуйста, ну скажите, очень вас прошу. Нет, нет, золотая моя. И не смотри на меня, как и шаг на свой хвост. Чтоб меня понос замучил. Говорю же, не надо так на меня смотреть. Не надо. Я не могу сказать. Вот же нашлет бог дурака. Карты. Ща я от тебя ни в коем случае не отстану. И ты мне все расскажешь, наверное. Дайте, пожалуйста, мне адрес человека на колесах. Я не могу, золотце. Мне запрещено выдавать личную информацию о клиентах. Что за... Это кто такой? И чего он сюда приперся? Ты опоздал. Опять. И еще знаешь что? Ты уволен. Давай сюда список и уноси свою синюю физиономию подальше от меня. И... Говорила мне мама, никогда не доверяйте Далмаре человеческую работу. О, интересно, кто такие Далмаре? Может, они под водой живут? Было бы интересно. Что же вы будете делать без вашего курьера? Ясное дело, найму нового. Горячка меня задери. Опять придется платить налог гильдии купцов. Может, я вас выручу? Раз такое дело. Ты? Макрохвостая печушка? Как? А так. Я быстрая, честная и надежная. И у меня большой опыт в области доставки. Ммм... Может быть. Девчонка-курьер. Можно попробовать, если гильдия купцов не пронюхает. Откуда? Я буду молчать. Если только вы сами не скажете. Ну, зарплата маленькая, клянусь. Один аренд за доставку, плюс все чаевые, которые тебе отсыплет клиент. Точно! Деньги, которые я смогу дать этому парню, это хорошо. Да плевать. Я согласна на вас поработать. Ладно. Может, ты еще на что сгодишься. Вот список доставки на сегодня. Первую карту нужно отнести капитану Белого Дракона. Не бевей им вроде звать. Он ошивается где-то в гавани. Я знаю такого. Да, и пусть все клиенты расписываются за получение. В гильдии одни бюрократы сидят. Не будет подписи, не будет и денег, и новой работы. Окей, окей. Все поняла. Разыщу его обязательно. Ну, я пошла. Карты свежие, точные, спасительные карты. Точно. Всех спасут. Никем не подавятся. О, боже мой. Я только начинаю искать этого парня, но кажется, у нас опять вышло время. Давайте хотя бы принесем ему карту и заставим его расписаться, потому что... Просто потому что почему бы и нет. Как поживаете? Какая разница? Скажите, сэр, это Белый Дракон? Ну, если верить большим белым буквам на борту, то да. А что, есть сомнения? Видите ли, я ищу капитана. Он здесь? А что тебе надо от капитана Белого Дракона? У меня для него посылка. Карта. От торговца с местного рынка. Что ж. Я Горацио Небывей. Капитан Белого Дракона, между прочим, самого быстрого судна в мире. Давай карту, девушка. Если будет на то воля Джаала, ветер скоро поднимется. И мы уйдем из этой проклятой дыры к солнечным берегам. Что-то мне подсказывает, что когда-нибудь я буду плавать на этом корабле. Так, это список, а это карта. Сначала распишись, Гор. Не хочешь. Ладно, тогда держи свою карту, Гор. Спасибо. Вот тебе за труды. О, отлично. Монета, да? О, стоп, что это? Железная монетка. То, что надо. А ну, распишись. Нужно расписаться, что вы получили от меня карту. Карту? Какую карту? Которую я вам принесла. А, эту. Прости, но я никогда не пишу свое имя на бумаге. Я знаю почему, потому что, а то убью, да. Если я возьму, если мне не заплатят, почему же за глупости. Подпишите. Подпишите, а то, а то убью. Чем? Взглядом полным ненависти или воплями своими? У меня есть друзья в местной мафии. В чем у тебя друзья? Ни в чем. Блин, да подпишите вы. Неужели так трудно? Ты разве не знаешь, что стоит написать свое имя, случится беда? В подпись перейдет часть твоей души, и ты никогда не сможешь вернуть ее обратно. А я свою душу разбазаривать не намерен. Ничего себе. А может быть ты крестик поставишь? По-моему, так дело было, что ты поставишь крестик, и все нормально. Ух ты, черт! С чего вы взяли, что подписывать бумагу плохая примета? Я с Киена. Мы народ суеверный. Наши души находятся в гармонии с телом. И великий Моджиал велит нам не нарушать эту гармонию. Если я напишу свое имя и отдам таким образом часть себя, это нарушит гармонию вещей. И Моджиал будет зол, как черт. И поэтому вам плевать, что у меня будут неприятности. Я тут ни при чем. Это все религия виновата. Слушайте, капитан, да вы просто писать не умеете. Пардон? Дошло! Вы неграмотный! Ммм, ну и что? Что с того, что я не умею писать? Я родился в море, и больше месяца на суше не проводил. Клянусь Джаалом, я ничего подписывать не стану. Послушайте, просто поставьте крестик рядом с вашим именем. Моджиала нельзя обмануть. Он все видит и все знает. Это не обман. Это вполне законно. Нет и все. Совсем обалдел. Ну что мне сделать, чтобы вы подписали бумагу? Ничего. Послушайте, капитан, мне очень-очень нужна ваша подпись. Ну, всегда остается музыка. Ага! Я помню, я помню это. Какая связь-то? Музыка и ваша подпись. Музыка может отвлечь Моджиала. Я ничего не понимаю. Отчего нужно отвлекать Моджиала? Я не могу подписать, если Моджиал смотрит. Но музыкой можно отвлечь его, и тогда я подпишу. Тогда Моджиал всегда отвлекается. Ведь в мире постоянно где-нибудь звучит музыка. Моджиал следит за всеми нами. Если мы нарушим заповеди, его гнев будет страшен. Ну, ладно, может, вы и правы. А почему бы вам не сменить вероисповедание? Ни за что. У нас можно ходить в храм два раза в год и платить очень маленькие пожертвования. Логично. Значит, если я сыграю, вы подпишете? Да, ты же все равно не отстанешь. Я вернусь. Ни секунды не сомневаюсь. Фух, где купить инструмент, я в принципе знаю. Это было тяжело. А еще тяжелее то, что мы уже записали огромное количество видео. Я надеюсь, что вы вообще досмотрели до конца, потому что это, это, конечно же, нелегко вынести, такое количество диалогов. Баи! Баи!